Бельгийская санница Фанни Верлифтен на рубеле 13-15 летнем мерене одлембургской породы от Рубинштайна. Первый отец этой лошади, знаменитый производитель, но напомню, что по результатам выступления лошадей последних лет лидирует замечательный производитель голландской теплокровной породы, великолепный джаз, сыном которого является и замечательный парсиваль под седлом Анделинде Корниельсон. Джаз, в свою очередь, является сыном голландского теплокровного жеребца-коктейля, на котором Анкиван Гурюнсен в свое время был резервным всадником чемпионата Европы и Олимпийских игр, но, к сожалению, там какая-то проблема сердечная после инфекции, не позволила выявить эту лошадь, но в любом случае он стал великолепным, великолепным производителем и является номером один среди войсковых производителей уже второй сезон подряд. Лошадь хорошая, на прекрасных движениях, но вот пируэт она показала неважный, потому что он был очень большой. Большой круг она описала, буквально там метр три, наверное. За это, конечно, оценки будут снижены. Прибавленный голубь, расширение маха и сразу сокращение и пируэт. Ну вот опять мы видим, что на пируэте лошадь описывает очень большой круг. Лошадь работает хорошо, на хорошей высоте. Легкие движения, эластичные. Да чем-то он похож на нашего Диксона, да. Да, 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 Диксона великолепный, выращенный в Старожиловском конном заводе. Всадница, наша российская всадница, единственная пока, кто трижды попадал в финал Кубка Мира, на пьедестал почеты, серебро и две бронзовых медали на великолепном этом мерине русской верховой породы, которая была восстановлена на, так сказать, на базе вот остатков той орлово-ростопчинской крови. Замечательная порода, которая в 19 веке превосходно проявила себя как верховая лошадь, лошадь авторами, которые были и граф Федор Ростопчин, и граф господин Орлов. Орлов. Ну вот он похож, кстати, но не по масти, все у нас они черные, а он... Довороны, наверное. Да. Ну по рамке, по конституции он похож на наших верховых чистокровных лошадей, русских. Ну вот, к сожалению, в последнее время наши всадники не попадают в финал Кубка Мира. От нашей Центральной Европейской Лиги в финал Кубка Мира попадают польские всадники. Ну а в свое время финалистами были россияне и Светлана Князева, Елена Сиднева достаточно высоко была в финале, и Елена Калинина, и Инесса Патура. Сын в свое время был резервным всадником чемпионата Европы и Олимпийских игр, но, к сожалению, там какая-то проблема сердечная после инфекции не позволила выявить эту лошадь, но в любом случае он стал великолепным производителем. И является номером один среди войсковых производителей уже второй сезон подряд. Лошадь хорошая, на прекрасных движениях, но вот пируэт она показала неважный, потому что он был очень большой. Большой круг она описала, буквально там метр в три, наверное. За это, конечно, оценки будут снижены. Прибавленный голуб, расширение маха, и сразу сокращение, и пируэт. Ну вот опять мы видим, что на пируэте лошадь описывает очень большой круг. Лошадь работает хорошо, на хорошей высоте. Легкие движения, эластичные. Да чем-то он похож на нашу Диксона, да. Под светлом ненаменковым. Да, да, Диксон, великолепный, выращенный в Старожиловском конном заводе. Всадница, наша российская всадница, единственная пока, кто трижды попадал в финал Кубка мира, на пьедестал почеты. Серебро и две бронзовых медали на великолепном этом мерине русской верховой породы, которая была восстановлена на, так сказать, на базе вот остатков той орлово-ростопчинской крови. Замечательная порода, которая в 19 веке превосходно проявила себя как верховая лошадь. С авторами, которые были и граф Федор Ростопчин, и граф господин Орлов. Ну вот он похож, кстати, но не по масти, все у нас они черные, а он... До вороны, наверное. Да. Ну по рамке, по конституции он похож на наших верховых чистокровных лошадей, русских. Ну вот, к сожалению, в последнее время наши всадники не попадают в финал Кубка мира. От нашей Центральной Европейской Лиги в финал Кубка мира попадают польские всадники. Ну а в свое время финалистами были россияне и Светлана Князева, Елена Сиднева достаточно высоко была в финале, и Елена Калинина, и Инесса Патураева. Вот сейчас допустила лошадь сбой на прибавленные рыси, она сбилась в галок. Ну, не знаю, кто здесь виноват, скорее всего всадник. Немножко она его перегоняет. Я бы не сказала, что всадник очень такой опытный. Видно, что она едет осторожно, хотя очень внимательно, но не все получается. Да, ну вот не очень удачно эта пара из Бельгии стартовала вчера в Большом Призе. Они смогли объехать только как раз вот рыцарскую лошадь Фриза после лом Ханса Меганка, и наехали в Большом Призе 63,915%. Ну, в общем-то, будем говорить, это пока аутсайдеры. Ну, видно, что всадник, ну, такой незрелый еще, скажем так, мягко. Хотя очень старается. И лошадь, кстати, вполне ей подчиняется, но я думаю, что в основном, конечно, это недоработки всадника. Вот эти сбои и вот эти вот недостатки. Не может она пируэт хорошо сделать, не потому, что лошадь. Ну, скромная прибавленная рысь, след в след она идет. Вообще на прибавленной рысе следы задних ног должны переступать, следы передних. Ну, вы знаете, то, что касается прибавки, сейчас, конечно, чтобы показать хороший результат, всадники действительно на грани фола, на грани риска, да, едут. И вот даже сама Аделинда Корнилисон, которая, казалось, не имеет, да, проблем с контактом с партивалем, да, она говорит, что, вот говоря о выступлении в большом призе вчера, они заняли второе место с результатом 708,170 тысячных процентов, она говорит, что партиваль немного опасается прибавленной рыси, и его немножко приходится...